Всем добрый день, меня зовут Георгий Медиум, сегодня в этом видеоролике я вам поведу про самые лучшие шейдеры для Майнкрафта как в плане оптимизации, так и в плане качества картинки, а также расскажу как их правильно настроить, чтобы добиться баланса соотношения производительности и качества. Это не будет очередным тупым повествованием такого типа, как смотреть какие шейдеры, ссылка в описании, ну или чего-то ещё такого, я не в курсе. Я действительно хочу выразить свое мнение насчет тех или иных шейдеров, а также помочь людям найти подходящие для них шейдеры. Ну и конечно же, дисклеймер! Если ваш компьютер является высерым из полиозоя, который не может оттянуть Майнкрафт хотя бы в 60 кадров в секунду, то тут шейдер только усугубит ситуацию. Мало того, что будет неиграбельный FPS, то и компьютер ваш может уйти на покой, поэтому если вы учились за это, ваше право, я за сгоревшие компы не беру ответственность. Пожалуй, стоит начать именно с более оптимизированных шейдеров, ведь не у всех компьютерах хорошие, а за ними гонятся все. Я уже был и хотел сказать, что Чопикс это улыбка бога в легких шейдерах, потому что тут неплохая цветокоррекция, блики от солнца и неплохая оптимизация. Конечно, не без багов, тут вода режется на очанке и общую картинку она немного портит. Но недавно я узнал о существовании ему конкурентов, к примеру, как Legless Shaders Light. Не постужу сказать, но это самые оптимизированные шейдеры, которые можно найти в интернете. Они даже оказались легче тех же самых Чопикс. Какие из этих шейдеров красивее, решать вам, потому что это очень субъективно. Кстати, что по настройкам. Как бы смешно это ни звучало, но половину настройки у Чопикс не работают, а в Legless Shaders их просто ничтожно мало. В таком случае я бы мог не упоминать о них, но наверняка не все знали, что шейдеры можно настроить. Причем это не просто столбец настройок, где вы качество меняете, а действительно отдельные настройки, где можно поменять почти все детали. И поэтому мы будем к ним обращаться еще не раз в этом видеоролике. Далее мы поговорим тоже про оптимизированные шейдеры, но про те, которые уже выглядят серьезнее и значение от них больше. Я уверен, что хоть кто-то слышал о таком никнейме, как Чукапик 13. Он же создал свои шейдеры, которые стали популярными благодаря своей более-менее неплохой оптимизации. А ведь действительно так и есть. Стабильный фреймред выше 60 фпс прям в глаза родят. Ну а что же о самих шейдерах? В принципе могу сказать, что это одни из лучших шейдеров в соотношении фпс качества. Яркое освещение, неплохие тени и просто красивая вода. Эталон в своем деле. Возможно кто-то слышал о майнклауд шейдерах. Можно считать их тоже оптимизированными, но при условии, если вы отключите в настройках глубину резкости. Deft of field. Проще говоря, это как фокус на вашей камере. Вы фокусируетесь на ближний объект и все, что сзади него размывается. В этих шейдерах он какой-то слишком резкий, мазодит глаза, да и фпс трать попусту, поэтому советую отключить. В целом же шейдеры больше на любителя, если судить о их цветокоррекции. О большем сказать не могу. А вот тут уже действительно проблема. Blue Shaders Mode для меня кажется смесью шейдеров в Чопикс и тех же Майнклауд. К оптимизации претензий ноль, но то как они выглядят не очень радуют, а именно тень. На очень плохого качества, да настолько, что у травы эта тень еле заметна. Конечно, можно увеличить качество теней вдвое, но как мне кажется, это не сделает ситуацию лучше. Если найдется оправдание, что это сделано в угоду оптимизации, то объясните мне, пожалуйста, как наш уважаемый Чокопик 13 сделал более детализированные тени, при этом не потеряв производительности. Помимо этого, тут есть тот же самый баг с резаной вдой, которого был у Чопикс. В общем, не порадовал меня этот шейдер такими недочердами. Максимум могу сказать, что он опять же для любителей. Хотелось бы еще упомянуть про стандартную версию Legless Shaders, но они не очень интересны, как минимум из-за яркости, они довольно темные. Максимум в настройках можно подкрутить такие настройки, как Depth of Field и Distant Plur, которые размажут вам горизонт. Ну а так, мне больше нечего рассказать про них. Сейчас вы уже можете забыть о славе оптимизации, потому что далее пойдут шейдеры с более серьезными системными требованиями. Начнем с самого безобидного в этом жестоком списке. Суши шейдер V2 отредактированный всеми уважаемым Чукапиком. Стильстика очень интересная, она какая-то мультяшная. Нет, я имею в виду, что она очень контрастная, яркая и насыщенная, и как-то это все здесь устаканено так, что они не совсем похожи на то, что мы видим обычно в шейдерах. Впрочем, выдают они неплохую картинку при стабильном фпс. В настройках, по желанию, можно включить Rain Reflection, которая будет создавать отражение на пол за счет дождевой воды, которая выпала. Этого, конечно, будет достаточно, чтобы сказать вау, но это еще малое, что вы увидите. Conquest of the Sun Очень красивое название для таких шейдеров. Они для меня больше ассоциируются с какими-нибудь средневековьями, если честно. Ведь действительно все такое сделает свое дело, и это круто. Вот только эту песню не могу понять, а почему они столько жрут фпс. У меня с ними 60 кадров в секунду максимум, не более, и это странно. Помимо претензий с оптимизацией, да, все-таки вспомнил это слово, у меня есть вопросы к воде. Почему такие маленькие озера кажутся какими-то молочными? С океанами все нормально, но с малыми водоемами это вызывает одни вопросы. В общем, тут снова же на любителя. Кстати, настройки здесь более устаканенные и обширные, значит, разобраться будет проще и детальнее. Можно включить настройку Godrise, которая показывает лучи света, к примеру, через листу. Но у меня есть много вопросов насчет Volumetric Light. Оно есть, оно настраивается, а как навляет на изображение, без понятия, только нагружать систему. Google, ну или Википедия, говорит мне, что это объемные трехмерные лучи. Я так и не понял, где я должен был найти эти трехмерные лучи, но я точно их вижу с помощью настройки Godrise. Если вы знаете, что оно действительно делает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Поможете не только мне, но и тоже интересующимся в этом. Вот только не надо мне статью из Википедии копипастить, хорошо? Я уже хотел начать рассказывать про невероятно крутые шейдеры, какие они классные. Как тут я вспомнил, что надо рассказать про шейдер, который меня уже задолбали. Ведь, как-никак, они тоже неплохие, и мне рассказать о них будет ошибкой. Это Силдурс Вибранд Шейдер с Экстрим. Я уже настолько наковырялся в настройках этих шейдеров, что мне заходить туда уже должно, поэтому и задолбали. В любом случае, стоит это должное, ведь выглядит он очень даже неплохо, учитывая фреймрейт. Давайте же перейдем к настройкам, потому что тут есть что настраивать, естественно. Советую зайти в SkyWay Options и включить Lens Flares, а также подключить настройки Lens Flares Strength и Goddress Density. Lens Flares — это блики от солнца, если что. Яркость лучей и бликов настройте сами под себя. Вопросы тут опять же Qualmetic Light. До сих пор непонятно, как она влияет на картинку. Помимо этого, рекомендую зайти и включить Motion Blur, или же размытие движения. Только учтите факт, что при движении камеры по бокам картинка будет смещаться, и будут видны темные границы. В главном меню настройки есть опция Color Boost, которая увеличивает насыщенность. Лично я считаю, что без этой настройки Силдурс Вибранд Шейдер не были бы такими интересными. Я не знаю, что делает опция Minecraft 1.8, но можете подключить, если вы играете на этой версии. В общем, это всё. Вот теперь давайте начнём охреневать вместе. Куда Шейдерс Куда Шейдерс одни из самых красивых шейдеров, по моему мнению. Их стилистика очень яркая, насыщенная, и главное, более реалистичная за счёт некоторых деталей. Несколько мгновений назад я вам рассказывал про опцию Rain Reflection у суши шейдеров. Если там она была с одним сплошным зеркалом на полу, исчезала вместе с дождём, то и появлялась как-то резко. То тут буквально в смысле лужи. Это невероятно, друзья. Появляются они со временем, исчезают тоже. Будет же прикольно выходить на улицу в мане и видеть лужи, анализируя это и понимая, что недавно был дождь. Это охрененно. Давайте ещё один пример наведу. Вы в каких-нибудь шейдерах видели покачивание руки и камеры? Я просто взорвался от удивления, когда это увидел. Нигде я такого не видел. Также здесь просто сексуальный Death of Field, Motion Blur, хоматическая аберрация и многое другое, что обычно в других шейдерах. Или ничем не примечательно, или сделано через жопу. Это чудо. Но стоит учитывать, что это чудо нехило так живёт вашу производительность. Всё, что я рассказывал, это уровень синематик, который я ещё немного поднастроил, чтобы убрать лишнее. Но всё равно они умудряются насиловать мою видеокарту, да и им возможность выдавать максимум несовершенные 40 кадров в секунду. Если же вы на пальцы вертили этот ультралеализм, то по мне самым оптимальным уровнем шейдеров будет High. Он будет более простеньким, нету такого жёсткого мыла, но в то же время он не теряет своей красоты. Если у вас неплохой компьютер, то можете присмотреться к такому варианту. А вот тут оптимизация даже рядом не стояла с куда шейдерами. Я сейчас говорю про шейдеры Continuum. Самые мощные шейдеры, по мнению гугла. На самом деле они являются самыми неоправданно прожорливыми шейдерами из данного списка. По моему мнению, это всё возможно из-за красивых объёмных облаков. Но как их отключить? Непонятно. К тому же настройки здесь не устаканены нисколько. Какое-то странное освещение персонажа, размытая рука из-за Death of Field. Всё это нужно дорабатывать, и я надеюсь, что в новых версиях это действительно исправят. Ещё кое-что про оптимизацию. В объединении самого реалистичного ресурспака и шейдеров Continuum вы получите невероятно красивую картинку и самый низкий фпс, который вы можете видеть в Майнкрафте. Ну вот, кстати, я не говорил, что те шейдеры, которые у вас не тянут стабильный фпс, нельзя использовать с пользой. На деле же есть отличный мод для создания роликов в Майнкрафте, Replay Mode. Вы можете использовать такие тяжелые шейдеры из респаки в рендерах роликов, в результате которые выдадут вам неплохой результат. Так что используйте, но помните, не перенапрягайте свой компьютер. Ребята, вам на заметку, вот так вот выглядит Continuum Shader у меня в Replay Mode, я нифига не вижу, чуваки. Даже если я подойду как-то ближе там, приближусь, да? Я всё равно ничего не смогу разглядеть, потому что всё размазано, а просто мыльцо. Вот такая твенья, короче. Итак, что вам стоит знать о Соник Этере? Это графический программист, если можно так сказать, который делает невероятно красивую систему освещения и различные к ним эффекты для разработчиков Юнити, а также создал одни из самых красивых шейдеров для Майнкрафт. Соник Этер Unbelievable Shaders От них ты используешь экстазы не меньше, чем откуда шейдерс, как минимум из-за качества воды. Чтобы сделать настолько реалистичную воду, надо было действительно постараться, и Соник с этим справился. На деле, некоторым может показаться, что шейдеры немного тёмные, хотя я бы так не сказал. В зависимости от местности меняется яркость, поэтому и кажется темнее, чем обычно. Мне кажется, что больше не к чему придураться, в том числе настройки. Там всё действительно стаканено, может не всё понятно, но разорваться будет легче. Пожалуй, название шейдеров себя оправдывает. Шейдеры это действительно нереальная крутая модификация для Майнкрафта, которая намного улучшит вашу графику. Из-за появления супер оптимизированных шейдеров, за ними начали гоняться довольно большое количество людей, что и продвигает эту тему. Конечно, не у всех компьютеры хорошие, не всем возможно с ними удобно играть. И в конце концов, это не самый мастхэв. Шейдеры просто как приятный бонус. По этой теме я рассказал всё как смог. Если я оказался в каком-то моменте неправ, а такое действительно возможно, ведь я не гуру в сфере шейдеров, то разрешаю исправить меня в комментариях. Желательно аргументирую это. Также я очень давно хотел вас отблагодарить за то, что всё ещё остаетесь со мной, несмотря на этот трэш с каналом, который сейчас происходит. Без вас я бы не добился текущего количества подписчиков и не был бы тем, кем я являюсь сегодня для Майнкрафта общества. Очень приятно, что я всё-таки для кого-то неравнодушен. Буду стараться так же таким быть, а то я хренел в последнее время. Ну а на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, если вас заинтересовал такой контент. Оценивайте ролик лайком или дизлайком, пишите ваши комментарии и не забудьте поделиться этим видеороликом с друзьями. Спасибо за просмотр меня за Кибер Медиум. Не забывайте про меня. Всем удачи и всем пока, друзья.